итак где-то полгода назад обратился человек на данном автомобиле автомобиль как вы видите абсолютно такой же как мой т5 только volkswagen caravella с жалобами на то что у него периодически пропадает мощность неявно то есть нет каких-то явных провалов но он чувствует что автомобиль эксплуатируется с нуля покупал в салоне что у него не так резво он разгоняется мною была проведена диагностика автомобиля где я выявил ошибки периодически которые сбрасывались по сервоприводу егр клапана мною было порекомендовано либо с помощью чип тюнинга отключить данный клапан заглушить его и продолжать спокойно пользоваться спустя полгода на автомобиле протянуть пропала тяга вы стали выскакивать ошибки по ограничению мощности автомобиль больше двух тысяч оборотов не раскручивался и уходил в общем чек-энжен была проведена повторная диагностика автомобиля а естественно были те же ошибки только уже и по сервоприводу и по клапану и так далее рециркуляции газов о.г. то есть егр и также были ошибки по турбине а именно и передув был и недодув то есть весь спектр что искать было непонятно человек обратился в дилерскую станцию ошибки успешно сбрасывались вот где на дилерской станции сбросили ему все и сказали что это ваш эффект плацебо у вас все работает актуатор турбины работает все работает ошибки не появляются вновь были сняты логи турбины то есть она абсолютно нормально надувала требуемое давление но эффекта владелец данного авто не получал после чего он и опять обратился ко мне и происходить будет наше видео по следующей схеме первое симптомы болезни что происходило с автомобилем второе как диагностировали что диагностировали что привело к неисправности и третья заключительная часть это как лечили как сэкономили что в итоге решили сделать поехали и так что конкретно делал я и диагностировал значит после того как было понятно что все таки егр стал первой причиной всех его будущих проблем надо было выяснить что у нас с турбиной что было сделано сначала мы выяснили дует ли турбина нормально и ходит ее актуатор что в принципе работало но почему пропадала мощность стали выяснять герметичность вакуумного привода того же актуатора турбины изменить турбины с изменяемой геометрией и выяснилось что при определенных значениях актуатор скажем так при определенных нагрузках начинает терять вакуум то есть он стал не герметичен при определенных условиях вот так же при снятии турбины все-таки решили снять турбины выяснилось что связи с тем что клапан egr закис полу положение и кидала постоянно сажу в цилиндры ну естественно это все летела на крыльчатку турбины турбина и и крыльчатка периодически подкисала то есть при работе и и она подкисала в определенном положении отсюда выходила на ошибку передув либо недодув принято решение так как люфты в турбине отсутствовали она не кидала масло ажора масла не было проверили компрессию двигателя в двигателе везде 29 килограмм то есть все было отлично если вы обратитесь к дилеру либо те кто торгует запчастями вам предложат либо восстановленную либо турбину в сборе 70 рублей там 50 рублей неважно то есть цена вопроса не копейки я заказал человеку в отдельно актуатор турбины он стоит 10 тысяч рублей или актуатор на этих автомобилях уже электронный работает также от вакуума но управление им в какой момент и насколько ему работать управляет как егром электронная начинка была снята турбина отправлена в питер достаточно известной конторе за неделю справились разобрали турбину произвели скажем так дефектовку и мы решили чтобы до конца весь процесс устранить вот этого вот закидывание сажи крыльчатки и постоянное подкисание вакуумного привода поменяли крыльчатку турбины все вместе нам это обошлось с учетом того что вот этот сервопривод стоил 9 с копейками и 9000 нам обошлась переборка турбины и 17000 рублей мы полностью восстановили работособность турбины актуатора все как новое плюс естественно после этого человек сразу же решился на отключение егр и автомобиль опять работает как новый это реально чувствуется он восстановил все свои динамические свойства итог вообще всего этого видео игр вроде бы настолько полезны двигателю приводит и тянет цепочку вот таких плачевных результатов как правило отдельно если вы обратитесь запчастистом отдельно такой детали для турбины не продается как правило если официальный дилер и так далее вы посмотрите в каталоге все эти запчасти идут в сборе с турбой вместе вот стоимость турбины составляет 50 70 тысяч там можно за 40 найти восстановленную и так далее стоимость оригинального нового актуатора турбины где-то в районе 9000 рублей на наши деньги то есть 100 евро с копейками так вот поменяв данный актуатор и сделать ревизию крыльчатки турбину вы получаете абсолютно новый агрегат и лишитесь всех этих симптомов но что приводит вообще к данным процессом а всем виновник данных процессов это наш всем любимый клапан егр который подкисает в полу положение как правило это появляется периодическая ошибка она сбрасывается то есть в постоянную ошибку на не выходит и начинает подкидывать сажу если это касаемо дизельных двигателей на крыльчатку турбины крыльчатка турбин начинает подкисать для сдвига величины надува и крыльчатки турбины актуатор турбины испытывает дополнительные нагрузки плюс его естественный износ отсюда весь перечень неисправности потеря тяги ошибки по переду или не даду и ошибки по датчику величины надува он кстати встроен сюда вот собственно и все вы лечение всего этого естественно отключение егр можете еще дополнительно сделать чип тюнинг покупка нового ревизия крыльчатки турбины с чисткой либо замены крыльчатки это стоит копейки и вы получаете новые агрегаты надеюсь видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал кому опять не нравится ставьте дизлайки комментируйте ребят видео с вами был акер механик всем спасибо и пока